Раннее утро, а на диспетчерский пункт отделения неотложной помощи уже поступило несколько десятков вызовов. Самое большое у нас было, по-моему, в понедельник. Да, 311 было в понедельник. А врачей сколько было в тот день? Восемь человек. Восемь человек на 300? На 300 вызовов. Всех успели? Ну, практически всех. Наша средняя нагрузка – это 250-280 вызовов в день. Ирина Ряполова внеотложки больше 10 лет. Второй год в Ленинском округе. Утром из Молокова, где живет, спешит на работу в Видное, чтобы, собрав медицинскую сумку, отправиться по вызовам. В сумке все необходимое – маски, бахилы, тесты на коронавирус, лекарства. Пока едем по первому адресу, есть возможность пообщаться. Наша основная задача – оказать пациенту помощь в любой ситуации, с каким бы заболеванием он не вызвал. Оказать помощь в течение трех дней, чтобы он смог уже потом дальше самостоятельно посетить поликлинику. Бывают и сложные случаи, когда требуется госпитализация и экстренная помощь. Поэтому, когда мы едем на вызов, мы никогда не знаем, что нас там ждет. Андрей Соловьев не ожидал, что доктор приедет так скоро. Температура поднялась минувшим вечером. К утру пришлось выпить жаропонижающее. Все это он рассказал врачу. После осмотра Ирина Сергеевна взяла ПЦР и экспресс-тест. Первый показал – коронавируса нет. Мужчина с облегчением выдохнул. Ведь пока он прививку не делал. Сейчас попозже сделаю прививку. Сейчас просто врач, у которого наблюдаюсь, сказал, что это нежелательно. Но планируете делать? Да. А что, мучиться так? Я говорю, хорошо сейчас этот. Я говорю, а то сидел весь на нервах еще. Может, температура поэтому такая. Лечиться будете? Конечно. Сейчас я попрошу соседа. Пусть ходит, потому что сам я никуда не пойду. Выписано назначение, даны рекомендации. Едем дальше. На вопрос, как удается оставаться позитивной, с такой непростой работой, отвечает с улыбкой. Помогает хобби. Времени мало. Но у меня, наверное, хобби вкусно накормить семью. В редкие минуты, когда я бываю дома, когда есть время, хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, необычное. Это отдых, да, это смена деятельности. А у нас следующий адрес. И снова доктора ждут с нетерпением. У Татьяны второй день – высокая температура. Давно, говорит, так не болела. Хотя и привита. В районе 9 часов мы сделали вызов на 112. Быстро и ответили быстро. И доктор рассказал, что делать, какие лекарства принимать. И вот сейчас уже приехали. Экспресс-тест показал положительный результат. И доктор назначает уже иную схему лечения. Все данные о пациенте передадут в поликлинику врачи, которые будут дальше контролировать состояние больной. И через 10-14 дней домой вновь придут для взятия анализа. А наш доктор едет дальше. Время начала 11-го. И впереди еще долгий рабочий день. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.